В городе продолжается строительство музея трудовой славы. За ходом возведения объекта следит лично глава региона. Стройку уже назвали народной, ведь на то, чтобы воплотить проект в жизнь, в регионе даже был создан специальный благотворительный фонд под названием «Звезда». Сумма на счете которого сейчас составляет 36 миллионов рублей. Открытие музея планируют приурочить к 70-летию победы. Народную стройку посетили депутаты областной думы. Все подробности в нашем материале. Музей боевой славы занимает порядка 480 метров. Музей трудовой состоит из двух блоков. Блок административный и блок выставочный. Генеральный подрядчик проводит экскурсию на строительной площадке музея трудовой славы. В качестве слушателей депутаты областной думы. Им рассказывают о том, что уже построено. Чиновники проделанной работой довольны. И сегодня депутаты решили посмотреть ход строительства. Убедились, что степень готовности очень высокая. Самые основные работы, как вот сказал генеральный подрядчик, они закончатся в январе месяце. Самые основные работы. А дальше уже начнется отдел. Музей трудовой и боевой славы образует единый архитектурный ансамбль. Их планируется соединить друг с другом в крытой галерее с переходом. Председатель областной думы Валерий Капкаев надеется, что в новом музее люди смогут подчеркнуть много информации о труде наших земляков. Речь только идет о необходимости как можно быстрее завершить эти работы. Чтобы к дню празднования Великой Победы, к 70-летию, у нас здесь все блестело, сверкало. И все экспонаты по полочкам были разложены. И люди, которые сюда придут, увидят для себя все, что они только хотят. И узнают все, что только можно о Саратовском крае, о городе Саратове, о предприятиях. Разговор о народной стройке продолжился в музее боевой славы. Здесь депутатам показали макеты будущего музея и рассказали о его наполнении. По мнению народных избранников, такой музей в городе просто необходим. Это великое дело. И самое главное, что оно останется для людей, которые смогут посещать этот объект. Которые смогут наслаждаться или видеть те экспозиции, которые будут проходить в нем. И самое главное, что для меня, я думаю, очень важно, как и для других, для нашей молодежи, это наглядно понимать и видеть, в каком состоянии была Саратовская область в моменты довоенные, в моменты войны и после войны. Один из разделов музея будет посвящен истории промышленности региона и вкладу саратовских промышленных и сельскохозяйственных предприятий в победу в Великой Отечественной войне. Собраны уникальные экспонаты с завода технического стекла, с ЗАО «Сигнал», с ролей бусного завода имени Урицкого. Музей трудовой славы внегласно называют народной стройкой. Материальную помощь в возведении объекта посильно оказывают все жители города. Пожертвования отправляются на счет благотворительного фонда «Звезда». На сегодняшний день уже собрано 36 миллионов рублей.